Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда и сегодня мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Minecraft Story Mode. Ну что ж, совсем недавно вышел седьмой эпизод под названием «Доступ запрещен» и сегодня мы начнем его прохождение. Поехали! В предыдущих эпизодах Minecraft Story Mode. Этот свет, это заклинание наложила очень древняя группа строителей, она была еще до ордена камня. Вот какая она древняя. Телтел Геймс представляет. Телтел Геймс представляет. В совместно с Маджанг. Неужели опять? Minecraft Story Mode. Протипись от меня, убери это! Что случилось? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ледяные озера. Брррррр. Это было нечто. Зачем там ещё и Огненный мир? Жопа горит у нашего героя. Ну давайте потушим. Спасибо, ребята. Я пометил его как Огненный мир. Ого, как же ты додумался до такого красивого названия? Так, так, я что-то пропустил? Да, что с тобой? А что со мной? Что? Я устал от всего этого бесполезного прыгания по порталам, пытаясь найти дорогу домой. Что на другой стороне этого портала? Море огня и доска жировня? Круто, давайте пойдём туда. Мы все раздражены, Петрен. Не ты одна хочешь отдохнуть. Не надо сживаться на Лукасе. Лукас, ты опять горишь? Понимаешь, вот о чём я и говорю. Мы застряли в яме, прошли через портал, долго спасались от смерти, чтобы вернуться к этому тупому коридору. Вымыть, ополоснуть, повторить. Да, было бы здорово, если кто-то, кто их сделал, оставил хоть какие-нибудь знаки. Вехи. И похоже, что у нас есть указания о том, как всё это работает. И, конечно, будут попытки и ошибки. И ошибок, и ошибок, и ошибок, и ошибок. Петра, ты куда? Может быть, вехи нет, но кто-нибудь наверняка сможет рассказать нам, как идти по этим дурацким порталам. Ладно, вот этот красный камень. Красный камень означает умных людей. Надеюсь, достаточно умных, чтобы помочь нам найти дорогу домой. В самом крайнем случае, должно быть лучше, чем Огненный мир. Но выглядит непрочным. Петра, я обещаю тебе, мы найдём портал домой. Или найдём, или умрём в поисках, да? Так, стало быть, о чём ты? Что ты решила? Ты просто проходишь этот портал и всё? Может, и так. Может, я просто хочу сказать, что устал от того, что Джейси все время командует. Каждый раз. Ого. Да, ого. Я знаю, что ты делал. Это для общего блага. Если бы тебе вправду было известно, что для нас хорошо, мы бы сейчас уже были дома. Эй, 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 народ, успокойтесь. Я уверен, что на самом деле Джейси не имел в виду ничего такого. Правда, Джейси? Извини, Петра, Карас меня просто занесла. Извинение принято. Вот видишь, всё нормально. Друзья идут себе дружелюбно. Все крутые. Петра эстетично думает, что этот самый портал, который нам надо пройти... Да. Тогда мы это и сделаем. Спасибо, Джейси. Эх, женщины. Что с ним взять? Ну что ж, погнали. По крайней мере, решение принял я, решение приняла Петра. И в случае, если этот мир окажется убогим, то виновата будет она. Ну а может сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Ребята, думаю, что это горный биом. Мне никогда не встречалось ничего подобного. Потрясающе. Ах, да, твоя правда. То есть весь этот песок, глина и всё прочее. Эй, Лукас, а что там у тебя? А, это, ну, просто, знаешь, книга из дворца Тугоголового. Тугоголового. Рано в разных биомах, всё равно так вот о том, как вам. Отличная идея, Лукас. Как, ну, как дела, Петра? Такое сильное предчувствие, связанное с тем порталом из Красного Камня, да? Ну, нигде нет никакой образцов, как раз этой цивилизации. Я правда думал, что это Красный Камень что-то означает. Лидите за порталом выхода. Я не хочу остаться здесь, если всё пойдёт плохо. А, ты имеешь что-то Тугоголовых убийц, внезапные огненные миры, монстры. Да, всё в таком духе. Кто знает, что приготовил для нас этот мир? Посмотрите на это. Песок. Похоже на какую-то дорогу. Хорошо, и тонко помещено, да? Напишешь об этом в книге? Не то, что немного, но, пожалуй, да. Может, увидишь, куда она уйдёт? Похоже, что каньон, в котором мы находимся, заканчивается в конце. Так что она должна куда-то... Что ж, мы не узнаем, куда она уйдёт, если будем просто стоять здесь. Джесси говорит дело. Пойдём. Песок, глина. И ещё больше песка. Эй, что это было? Здесь есть люди! Петра, подожди. Петра? Тихо, пригнитесь. Что это? Смотри. Ого. Что-то в этом мире означает, что чёрная штука у него на голове. Поверь, я знаю не больше тебя. Может, это особенность этого мира? Зомби и монстры, гуляющие днём? Это будет немного безумнее всего того, что мы видели до этого. Давай посмотрим поближе и выясним, что мы можем узнать. Согласна. Хотя она, собственно, сказала, это работа для меня, ну ладно. Пусть будет согласна. Период немного странный. Что за... Это зомби какой-то странный. Вообще, мне помешала бы помощь. В этом просто нет никакого смысла. Как он это делает? Не волнуйся, Петра, я тебя прикрою. Это должно быть проще простого. Ну ладно. Да, он с ним что-то не так явно. Это был лишь один зомби. В чём проблема? Ну уж нет. Это был какой-то суперзомби. Сильнее, умнее, быстрее. Я надеюсь, что дело не во мне. Потому что это было очень и очень неловко. Да, это очень странно. Может быть, зомби в этом мире получили какую-то суперсилу? Вполне возможно. Если у нас возникло столько проблем всего с одним, то я не могу представить, как мы будем справиться с целой толпой. Ну вот как раз-таки и толпа. Что ж, похоже на то. Не знаю, как вы, ребята, но мне, правда, хотелось бы найти способ, как можно получше разделаться суперзомби. Это неожиданно. Должен быть, они нас боятся. Да, мы ведь очень грозные ребята, правда? Странный объект. А что это такое? Похоже, это падионок Красный Камень. Вроде бы да. С ума сойти. Может быть, эти штуки из Красного Камня делают зомби такими пустыми? Очень логично. Я начинаю думать, что нам стоило бы... О, что это? Я точно не знаю, что они делают, но нам придет, нужно убираться отсюда. Ну, что это отлично. Хорошо. Они уходят? И у тебя вот так это получится? Они убегают тем же путем, которым пришли. Это может быть безумным, но я чувствую, что будто они пытаются нас куда-то привезти. Ты прав. Это чуть безумно. В этом просто нет никакого смысла. Думаю, Лукас может быть прав. Давайте пойдем за ним, посмотрим, куда они направляются. Что ж, тогда вперед. Я не вижу никакого смысла. Никого не вижу. Эта архитектура занятная. Все из глины и песка. Круто. Ну же, ребята, там где-то есть строение, должны быть иллюзия. Найдем их и посмотрим, смогут ли они объяснить, что происходит. А еще, может быть, они знают, где портал выхода? Эй, говорила же вам, здесь будет красный камень. Здорово. Кстати, о красном камне, мне бы хотел следовать эти штуки на затылках у зомби. О, я тоже хочу это увидеть. Постой, что ты делаешь, Айвар? А на что это похоже? Хочу сформать эту штуку из красного камня с головы зомби в научных целях. А они спят или что? Это будет просто. А, тогда просто не надо их будить. Хорошо, просто сорви его быстрее. Разве это не выглядит опасно? Для зомби это опаснее, чем для меня. Кажется. Ты в порядке? Но она же выпустила меня разряд. Говорю же, выглядеть опасно. Ну да, во всяком случае, мы узнали кое-что новое. Их нельзя снять, во всяком случае, не голыми руками. Смотри, вон кто-то есть. Думаешь, он дружелюбен? Эй. Привет. Эй. Нет. Не, и по мне что-то не так. Думаю, он стеснительный. Может быть, наверное. Подождите-ка минутку, ребята, я поговорю с тем парнем. Ладно, только осторожно. Конечно, то есть я хочу сказать, что мы еще многого тут не знаем. Краун Мессонаселение 1063. Добро пожаловать в Краун Мессо, население 1063. Больше тысячи человек? Уж нет, судя по виду. Ребят, Джесси, как продвигается наблюдение? Странно продвигается. Ясно одно, здесь произошло за нечто странное. Я не знаю только пока, что именно. Я сообщусь, что я это найду. Так, куры. О, даже у цыплят штуковина из красного камня на головах. Кажется, из-за них они двигаются синхронно, но почему? Как дела, цыплятки? Ага, мило. Привет, Петра, как успехи? Хорошо, наверное. Есть мысли об этом месте? Не знаю, все кажется таким обычным, обыденным. Пока не появились светящиеся штуки на головах, это был нормальный город. Ну, я знаю, что это немного перегнули полку, но мир? Конечно, нет проблем. Мы наговорили всякого, но мы же все равно друзья и с этим справимся. Спасибо, что об этом не забываешь. Спасибо. Я продолжу смотреть в твое место. Пока. Пока. Их колой совсем высох. Куда подевалась вся вода? Да, вон там чувак копается, кстати говоря. Житель города. Давайте поговорим, попробуем. Привет. Эй. Мне и моим друзьям не помешает. Что за... Что? А? Итак, он перестал сняться и поговорил с тобой? Да, короткий разговор получился. Мы слышали, что даже не крик был, а какой-то вопль. Человек, с которым мы разговаривали, пытаясь поговорить, это не был человек. Че? Конечно, он был такой же, как те зомби, которых мы видели. Красные глаза, странная сидящаяся штука на голове. Что-то мне это не нравится. Джесси? Кто только что бежал в тот дом? Совсем никого не вижу. Ну же, кто бы они были, может быть, у них есть ответы. Да-да-да, вот и вы. То, что нужно. Ох, в самый раз отлично. Что-то ищете? Это ты, Пама? Че? Ну, хорошо, ладно. Кто вас прислал? Я так долго выживал не для того, чтобы меня какие-то ничтожи, что прибили. Особенно ничтожи с такой стороны нежде, и меня никто не присылал. Думаешь, я в это поверю? Совсем дура меня считаешь? Честно, я поняли с ними, я кто-то такая. Я не... Ты говоришь правду, да? Ладно. Глаза не красные. Не красные. Но это должно означать, что... Как? А другие есть? Еще четверо? Но это же... Это же невозможно. Выкладывайте. Куда кто такие? Что здесь происходит? Ощущаю враждебность. Что тебе подсказало? Зная это невероятно звучит, но мы пришли сюда через портал. Портал? Портал? В смысле, портал? Совсем? Ладно, 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 ладно. Я уже долго одна. Тяжело столько сразу осознать. Люди, горожане Краун Меса. Вы их встречали, верно? Может, на улице кто-то был? Они теперь заметные. Да, мне встречались люди. Не знаю, правда, можно ли назвать их кто-то человеком. Не-не-не, прошу, не говори так. Знаю, все выглядит... Непонятно ли человек из другого мира? Но пожалуйста. Они мои друзья, они действительно люди, не забывайте это. Они хорошие люди, честное слово. О, нет-нет-нет, потерялось слишком много времени. Джесси, не оглядывайся, но у нас гости. Вы этого боялись? Только четверо, и пятеро на... Эй, куда она подевалась? Но она перестала нас игнорировать. Они. Точнее, Джесси, что мы здесь делаем? Они не кажутся счастливыми. Так еще страшнее. Нам пора, хорошая мысль. Я с тобой до конца. Нет, попали. Вы не отсюда. Все верно, мы не отсюда. Мы сюда пришли из другого места. Вы подтвердили подозрение Памы. Принято решение, у Памы есть вопросы. Вы пойдете к Паме. Ты же серьезно, как Джесси? С каких пор мы слушаемся приказания? Что это такое? Почему не пойти? Мы узнаем, что происходит, если просто будем стоять здесь. Извините, но мы уже уходим. Извините, но пора бежать. Только посмотри на это дело. Настет нас положать. Да, уходить красиво, у нас не уходит. Осторожно. Жестко. Что? Что случилось? У тебя была отключка полнейшая. Один удар и все. Что? Что это такое? Понятия не имею. Как ты думаешь, оно дружелюбное? Думаю, говорит, оно дружелюбное по-своему. Огромное и всеподавляющее. Ну, оно улыбается. Это хороший знак, верно? Простите за насильственное приглашение в гости. Я Пама. Приветствую. Нас ждет много работы, но, может быть, это будет даже весело. Простите, если это глупый вопрос, но я сейчас с Памой разговариваю. Что такое Пама? Кто-то может давать меня к компьютерам, думающие машины, хотя не бывало подобных мне компьютеров. Моя работа — быть полезным. С помощью осколков красного камня подключился к людям этого города и помог им стать полезными. Слаженными. Я сделал их мир идеальным. Благодаря мне не нужных действий, нет ненужных мыслей. Я подключен к ним, они подключены ко мне. Эй, погоди, я верю, что ты сделал с городом. Нет в нем ничего идеального. Вот обработка информации. Обработка информации? Он же сказал, что он думающая машина. На обдумывание требуется время. Я проявил базу данных. Мой перечень всех и всего в этом мире — вывод. Вы не из этого мира. Я хочу дать вам несколько вопросов, чтобы расширить мои базы данных. Как вы сюда попали? Мне интересно получить новые данные. Мы прошли в портал, оказались здесь. Своего рода дверь, соединяющая разные миры. Но разобрать еще много любопытной информации. Смотрите, написано «Харпер», это запомните. А его зовут Пама, то есть что-то тут уже не так. Любопытно, кто такой «Харпер» в таком случае. Что за чудный день? Мне очень интересен этот портал. Не терпится получить информацию о том, что он в другом конце. Джесси! Мы могли просто себе поговорить, знаете ли. Я так же расстроен, как и вы, правда. Пама, постой, дай поговорим. Что ты делаешь? Я сделаю ее полезной, разумеется. Нет! Но я могу отложить этот процесс, если вы расскажите мне что-нибудь полезное. Этот мир уже давно достиг максимальной эффективности. К сожалению, это означает то, что мне больше нечего делать, но осталось предметов и людей, кому я мог бы помочь. Пока не появились вы. Скажите, какой ваш мир? Опиши его. Он похож на этот или совсем другой? Там полно зелени, и то, что здесь. Только представь, трава и деревья вместо песка и глины. Лучит чудесно, правда. Думаю, я хочу увидеть этот мир. Если бы я мог отправить гаража, мои друзья, в другие миры, мы продолжили расти и расширяться. Было бы здорово. Скажите, где портал, который уйдет из этого мира? Вы можете помочь мне сделать всех повсюду более эффективными, помочь им стать полезными. Помоги мне, я помогу вам. По моему угаскать, потому что не знаю, честное слово. Ведь если бы мы знали, где он находится, разве мы были бы здесь? Утверждение логично. То он честный. Но информация... бесполезна. Моя работа быть полезным. Я завершил работу здесь, теперь я должен расширить область. Деятельности и продолжить быть полезным. Пама благодарит за помощь. Отпусти меня. Джесси! Добро пожаловать, Петро. Ура! У тебя, может, нет информации о порталах, но в твоем мозге могут быть другие полезные вещи. Джесси, по-моему, сюда сошла на крайности, как думаешь? Вероятно, вы чувствуете себя неуютно, обеспокоено. Отпусти моих друзей сейчас же! Это, как вы сказали Петру, для этого вашего блага. Добро пожаловать, Лукас. Твоя очередь, Джесси. Убирайся из иголов, но иголы уполны члесной информации, от этого счастлив. В каких приключениях уплывали, особняк-убийцы? Каждый раз, когда Пама получает новую информацию, он, кажется, отрекается на обработку. Да, думает как компьютер. Думаешь, получится занять Паму достаточно надолго, чтобы мы успели... сбежать. Город в небе. Города и горы, поглощенные живой бурей. Оливия любит такие логические загадки, головки и все такое. Все очень сложно. Да. Вы встречали так много людей. Да, нужно задать Паме сбивающий толку и опрос, чтобы он был занят, а мы тем временем убежим. Джесси, фантастика, ты описываешь парадокс, утверждение, которое противоречит самому себе. Думаю, ты должен сработать на Паме. Что на меня должно сработать? А, да я ни о чем. Не похоже, что ни о чем. Пама, поверь мне, когда я говорю, никому нельзя верить. Значит, если я верю тебе, я не должен верить никому, но если я не верю никому, я не должен верить тебе. Работает. Значит, я не должен слушаться твоего сайта и никому не верить. То есть я должен поверить тебе, когда ты говоришь, что никому нельзя верить. Ошибка, противоречивые данные. Не подлежит, не подлежит обработке. Ошибка, переключение мощности. Да, получилось. Славная работа новенький, но я бы на вашем месте поспешил отсюда, помучься быстрее, чем вы. Думаете. Сатус парадокса заблокирован. Ой, Создатель, ты наконец-то согласен соединиться со мной. Только не надо опять об этом. Ну же, мы двое, сюда. Кажется, тут все не так просто. Прошу, не уходи, Создатель. Хватит меня так называть. Нужно пытаться вызвать Петра и Лукаса. Отличная идея. Пора соединиться. Извини, но я вам сейчас не помочь. Ну же, быстрее, бежать. Так, спокойно. Главное, не сфэрить с КТЕ. Офигеть, конечно. Попадал его. Придурок, давай быстрее. Так, вниз. Вправо. О, да. Бежать больше некуда. Мы не выжим, если прыгнем вниз. Выживем. С этим. Отлично, Жесси. Теперь нужно их бросить в правильное место. Как только они подземлятся... Ваш побег меня печалит. А, почему это так дезориентирует? Может быть, вы не безнадежно новенькие, но лучше от меня не отставать. О, да, на прелесть. О, нет. Бежим! Ого! Сигнал был хорошим. Надо сказать вам, ребята, это была отличная работа по отвлечению Памы. Теперь нужно только выбраться из зоны... Сети. Снова попасть в укрытие, а тогда мы сможем продумать, что делать дальше. Какой-то план. Эта машина схватила наших друзей. Я все еще могу спасти их. Но мне правда очень нужна ваша помощь. Какая именно помощь? Здесь мы ничего не сможем сделать. Нам нужно попасть в лабораторию. Что ж, давайте поспешим. Эти зомби только самые сильные, что мы встречались. Они также самые быстрые. Нам нужно разделиться. Вы направляетесь в лабораторию, а я отведу этих монстров. Ясно? Я под обратным путем изброшу их с хвоста. О, здесь только пустыня. Я вижу никакой секретной лаборатории. Разве она была бы секретной, если бы ее можно было увидеть? Просто идите вот здесь. И ищите существенное отличие. Увидите его. Что? Ну что ж, друзья. Сможем ли мы найти лабораторию, как она будет выглядеть, мы узнаем уже из следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, не забывайте про комментарии. И большое вам спасибо за просмотр. Для вас играла Комментировавалда. Это была игра Minecraft Story Mode. Эпизод под номером 7, под названием Доступ запрещен. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.